А сейчас подробности. Ключевой темой в регионе на прошлой неделе стало развитие гостиничной индустрии. Напомним, в Лиде работала группа межведомственного экспертно-координационного совета по вопросам развития туризма при Совете Министров. Выездное заседание было посвящено изучению ряда вопросов, связанных с созданием условий для приема туристов, таких как оказание дополнительных услуг на базе гостиниц, взаимодействие с туристическими компаниями, предоставление скидок по размещению, маркетинговая и коммуникационная политика гостиниц, их сертификация, а также работа с персоналом. Также в ходе заседания были обсуждены пути развития гостиничного хозяйства и варианты решения вопросов, возникающих в процессе осуществления данной деятельности. Сегодня Лидский район находится в центре Гродненской области. Скажу, что это регион, который привлекает много гостей, и не только транзитное положение, но и интерес со стороны туристов к Лидщине, он сегодня растет. И, конечно, заседание Республиканской рабочей группы по развитию инфраструктуры не зря сегодня провело свое такое совещание на базе Лидского региона, потому что важно, чтобы сегодня все субъекты туризма. Это и объекты размещения, объекты питания, объекты, которые сегодня представлены по 13 видам туризма. Сегодня были скоординированы и давали значительный результат в привлечении не только туристов, в увлечении Турпотокова, но и, конечно, экономическая составляющая, она тоже сегодня существенная, и поэтому мы видим, что экспорт туристических услуг ежегодно растет в Лидском районе, но много сегодня направлений, над которыми надо работать. И когда мы говорим о Лидщине, мы видим огромный потенциал в развитии событийного туризма, в развитии промышленного туризма, лечебно-оздоровительного, активного, да и агро-экотуризм активно развивается. Поэтому я уверен, что благодаря нашей слаженной работе туристы не забудут дорогу и свои туристические маршруты будут включать Лидский район.